Денис Семенов Денис Семенов Работы, проведенные на стадионе в этом году, порадовали своими результатами. Сегодня в Электрогорске практически завершены работы по реконструкции городского стадиона. Мы с вами видим, какое замечательное поле с искусственным покрытием сделано компанией, которая выиграла конкурс на производство этих работ по реконструкции. Также здесь предусмотрена площадка под волейбол, площадка баскетбол, площадка воркаут, беговые дорожки. Завершена установка трибун, модульных раздевалок с душевыми, опор освещения. Созданы самые комфортные условия для занятий спортом всех жителей города. Мы планируем 25 ноября провести уже турнир по футболу здесь на этом искусственном покрытии. Сегодня заканчивает компания практически все работы, на которые не влияют погодные условия. Вот монтаж идет ворот, монтаж раздевалок. Но есть еще работы, которые мы будем проводить весной. Здесь очень большой комплекс работы по благоустройству необходимо привести, да, в наведении чистоты и порядка. Потому что здесь в результате проезда и работы тяжелой техники мы видим, да, что по благоустройству здесь, наверное, весну предстоит очень много чего привести в порядок, и в божеский вид, чтобы здесь было достаточно чисто, красиво и удобно, да, для наших спортсменов. Реконструкция городского стадиона проходила при финансовой поддержке губернатора региона Андрея Воробьева и Министерства спорта Московской области. Надеюсь, что жители оценят такую работу, да, такой подарок от правительства Московской области, от губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, да, и этот объект будет приносить пользу, радость и развитие в плане физической культуры и спорта в нашем городе. С 14 по 17 ноября 2017 года в актовом зале Дома молодежи будет проходить выставка, посвященная истории Первой мировой войны и боевому пути 209-го пехотного Богородского полка. Организатором этого события стал Центр поддержки социальных и общественных инициатив, администрация городского округа Электрогорск, Дом молодежи и поисковый отряд «Восток» Плацдарма. На открытие выставки побывала и наша съемочная группа. Посетители выставки «Помним, гордимся, чтим» встречают витрины с наградами, документами и фотографиями, военные трибутика и личными вещами солдат и офицеров русской армии времен Первой мировой войны. Мы сегодня презентуем наш проект «Помним, гордимся, чтим» для жителей города Электрогорска. Этот проект посвящен сохранению памяти о войнах 209-го Богородского пехотного полка. И Электрогорск в те далекие времена, во времена Первой мировой войны, как раз входил в состав Богородского уезда. Сегодня мы привезли сюда нашу передвижную выставку, где расположены экспонаты, рассказывающие о жизни как воинов времен Первой мировой войны, так и простых жителей. И демонстрируем фильм, который называется «209-й Богородский пехотный полк», в котором рассказывается как раз-таки трагическая судьба 209-го полка. Масштабный проект «Помним, гордимся, чтим» реализуется при поддержке гранта президента России на развитие гражданского общества. У нас сейчас такое внимание, вот это Первая мировая война, которую, по сути дела, даже вот наше поколение очень немного знает. Ну, дело в том, что Первая мировая война, с одной стороны, это очень глобальное явление в истории человечества, с другой стороны, так случилось, что революция и последующие изменения строя в России, оно сделало эту войну забытой. Поэтому очень мало информации, какой-то такой вот детальной, есть общие слова и все. Мы эту работу ведем совместно с очень, с большим количеством партнеров. Этот проект у нас последний год вышел на международный уровень, потому что мы активно привлекаем к нему именно польских товарищей, польских коллег, историков, краеведов, потому что наш Богородский полк, наши земляки погибли в Польше. И сейчас интерес к Первой мировой войне стал появляться, повышаться, потому что нельзя не помнить свою историю. Долгие годы наши земляки, солдаты-эфицеры 209-го полка, герои Первой мировой войны были забыты. Что такое Богородский полк? Откуда Богородский полк? И когда стали эту ниточку раскручивать, результатом этого стала вот наша работа, стала работа выставки в Ногинском музейно-выставочном комплексе, стал закладной камень памятника полка в Ногинске. Народ, не помнящий свою историю, не имеет будущего. Именно поэтому Центр поддержки социальных и общественных инициатив старается возродить забытые страницы истории. Я должна сказать честно, что я сама, когда впервые пришла в Ногинский краеведческий музей на выставку «Прорыв» и услышала про 209-й полк, я была очень удивлена такой вот трагической историей, которую эта выставка нам преподносит. И сегодня у нас прошло несколько встреч, и я могу сказать, что люди более взрослые, скажем так, дети, наверное, в меньшей степени, говорят о том, что они впервые открыли для себя такую страницу, и теперь они с удовольствием и с большим интересом будут изучать ее дальше. Я надеюсь, что это такой вот способ привлечь людей к истории своей семьи, потому что фильм, который мы будем показывать, там как раз и рассказывается, что рассматривание фотографий на сайте музея удалось найти историю конкретной семьи. Витрины с экспонатами дополняют информационные стойки с текстовыми документами, фотографиями и картами. В рамках мини-экскурсии в прошлое транслируется фильм «209-й Богородский полк». Для детей это очень важно. Да и вообще прикоснуться к истории важно каждому человеку, потому что историю забывать нельзя. Историю делали люди. Люди с большой буквы. Нельзя забывать наших великих предков. Надо чтить все традиции, которые созданы. И я хочу сказать, что те экспонаты, которые представлены, заслуживают того, чтобы внимательно их изучать. И я думаю, что те экскурсии, которые сейчас организованы, экскурсии из образовательных учреждений сейчас уже начались. Я думаю, что дети подчеркнут очень много, еще больше приблизиться к истории. И такие выставки просто необходимы. Я хочу поблагодарить фонд социальных и общественных инициатив. За первый же день работы выставки для учащихся школ было проведено шесть уроков истории. Планируете сюда вести свои глаза? Да, мы сегодня приходили. И знаете, что бросилось в глаза? Ребята сидели молча, гробовая тишина. Ловили каждое слово Веры Николаевны. Это говорит о том, что им это интересно. Что их зацепило. Вообще, как молодежь выражается. Большое впечатление выставка произвела и на тех людей, которые вплотную занимаются историей нашего края. Я для себя открыл что-то новое, потому что история России, она бесконечна. Наверное, первичный факт, то, что это наша с вами история. Потому что, как правильно сказала Вера Николаевна, призывники были с Богородского уезда. А поселок электропередачи входил в Богородский уезд. И вот мы сейчас с Егором Николаевичем Черналом тесно работаем в направлении, чтобы найти наших земляков. Поэтому для меня это не только что-то новое, но это очередной такой импульс, что-то еще и найти. И в краеведении, и в истории России. Проделанная работа позволила восстановить историю формирования и боевого пути полка, биографии некоторых солдат и офицеров, трагические события участия воинов полка в сражениях. И приятно осознавать, что сотрудники телеканала ТВЛ несли свой вклад в это важное для всех жителей Богородского уезда дело. Мы сюда пришли не только, чтобы снять материалы, сделать репортаж, но и подарить небольшой подарок Центру социальных инициатив. 5 октября наша съемочная группа канала ТВЛ присутствовала на, я считаю, историческом событии мирового уровня. В село Васютина родился новый список иконы Августовской Божьей Матери. Мы присутствовали на ее освящении, мы узнали историю, как она появилась, как она помогла в 2014 году, последний день лета нашему Богородскому полку. И было приятно, что Центр социальных инициатив сделал такое великое дело, и на Богородской земле родилась новая икона, которая пойдет в Польшу, которая, может быть, станет той частичкой Божьей Матери, которая будет нас защищать. В памяти об этом событии мы сделали небольшой фильм, который, я думаю, украсит эту экспозицию. Посещение выставки для всех желающих бесплатное. Записаться на нее можно по телефону или в Доме молодежи. Выставка продлится до 17 ноября. Близится пора новогодних праздников, и каждому хочется создать неповторимую атмосферу торжества в своем доме. В этом вам поможет компания «Оазис». Мы предлагаем широкий ассортимент светодиодных гирлянд для улицы и дома. В наличии занавесы, дожди, бахрома, лазеры, неоновые ленты, светодиодные деревья, которые не боятся мороза и влаги. С помощью нашего ассортимента любой человек может проявить свои дизайнерские способности и украсить как фасад дома снаружи, так и помещение внутри. Субтитры создавал DimaTorzok Оформление интерьеров, иллюминация фасадов, подсветка ландшафта, новогодний декор для квартиры, офиса и магазина. Все это вы можете приобрести в магазинах «Оазис Маркет», в городах «Электрогорск» по адресу улицы Буденного 2А, город Ногинск, площадь Ленина. Работаем без выходных. С физическими и юридическими лицами. К оплате принимаются банковские карты. 15 ноября сотрудниками Патрульно-постовой службы МВД России Павлова-Посадский за совершение административного правонарушения около одного из домов на улице Кузьмина была задержана и доставлена в дежурную часть 37-летняя женщина, находящиеся в федеральном розыске за совершение преступления предусмотрены статьей 228 Уголовного кодекса РФ незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконное приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Призовые места с чемпионата, посвященному дню рождения хип-хопа, привезли в город юные воспитанники студии «Брейк-данс» «Люди ночи» под руководством Алены Паниной. Чемпионат проходил 12 ноября в Москве. Перед строгими судьями ребята показали свои танцевальные навыки, мастерство, художественную выразительность. А для болельщиков и зрителей выступления танцоров подарили незабываемые эмоции. О впечатлениях от чемпионата и планах коллектива на будущее смотрите в нашем сюжете. Последний чемпионат, на который мы ездили, это был в это воскресенье, 12 числа. Для любого танцора современной хореографии это не просто дата, это день рождения хип-хопа. Поэтому достаточно весело его провели, вошли в четверку лучших. Ребятам пришлось биться против участников, которые показывали высокий профессиональный уровень танца. Двое наших ребяток заняли третье место. Битвы были номинацией до года, это детки от 5 до 9 лет. Для них были первые шаги. И следующая битва уже более профессиональных ребяток, это номинация Breaking Big Girl. У нас впервые в этой номинации поправила юная наша участница Елизавета. Вот она у нас здесь присутствует. Она прошла в топ-4, она взяла третье место. Это ее был первый баттл, такой серьезный, сильный. Соперники были на 5 лет, на 7 старше нее. Участие в конкурсах – это выявление творческого потенциала ученика. И пусть впереди у них еще долгий путь к успеху, но первые шаги они уверенно уже сделали. Скажи, пожалуйста, в соревнованиях что было для тебя самое трудное? Там было трудно проходить, там, ну что еще, там были участников, было сложно пройти. Сильные были спортивные? Да, очень сильные. Ты волновался? Да. А что тебе помогло справиться с волнением? Я как бы первый раз, мне сказали, что я просто пробую и все. Ну и я просто попробовал, я дальше прошел. И получилось? Да. Судьи отмечают у воспитанников студии, помимо хорошей танцевальной подготовки, еще и гимнастическую. Ведь даже при исполнении танца улиц ребята тянут носок и держат прямую стойку. Скажи, волновалась, когда выступала? Да. Я поставилась хорошо танцевать и победил своих соперниц. Ребята из танцевальной студии «Люди ночи» активно принимают участие в конкурсах, фестивалях, концертах. И каждый раз танцоры легко доказывают свое мастерство и талант. За последние три недели мы побывали уже на трех мероприятиях. Это было три сильных достаточно фестиваля, разные немножко по параметрам. Один из фестивалей был, это чемпионат современных видов танца, на котором мы взяли второе и третье место. Это достаточно хороший результат. Следующее, это был спорт как искусство проект, где соревновалась вся Россия. Проект шел четыре дня, два из которых мы там присутствовали. Взяли первые, вторые и третьи места в разных номинациях. Самые младшие, это ребятки от семи до восьми лет взяли. Они взяли третье место. Ребята постарше взяли вторые и первые места. Впереди у ребят усиленные тренировки, постановка новых номеров и новые соревнования и победы. Следующее соревнование у нас пройдет в пятницу в Щукинском. Надеемся тоже приедем не с пустыми руками. Но самая для нас серьезная подготовка сейчас идет к проекту «Танцы на крыше». Он будет проходить в Москве. Он проходит при поддержке проекта «Танцы на ТНТ». Это возможность детям окунуться в другую обстановку, в более опытную обстановку. Дальше, конечно, у нас есть шаг попасть в Сочи. Нас уже туда позвали. Готовим тоже один из проектов. Маленькие нас тоже постепенно радуют. В декабре месяце поедем с ними на один из танцевальных проектов, покажем новый танец. Ну а нам остается пожелать коллективу творческого роста, ярких баттлов, успешных выступлений и, конечно, признания публики и высоких оценок жюри. Впервые в Электрогорске популярный эстрадный певец, заслуженный артист России Алексей Глызин. Живой звук, выступления с коллективом музыкантов, теплая атмосфера ждут вас 17 ноября в городском Доме культуры в 19 часов. Заказ билетов по телефону 3-2006. Поздний вечер в Саранте, нас поколи не палит. Вот и кончилось лето, до свидания Италия. Мы с любовью прощаемся, наша песня допета, и над нами склоняется поздний вечер в Саранте. 15 ноября глава города провел еженедельный обширный объезд. Он был посвящен наведению чистоты и порядка, а также проверке устранения сделанных замечаний. Детали в материале коллег. На территории хоккейной площадки по улице Советской находятся две заброшенных бытовки. Было принято решение демонтировать их и вывести. Тренеру Владимиру Чернецову и спортсменам поручено навести порядок. Подходи сюда, грузите краном, вывозите. И еще просьба, вот прямо от этой опоры, то есть вот от этой части, здесь порядок навести. Компания убирает, вокруг хоккейной площадки убирает полностью весь периметр. Собирает спортсменов, детишек и пусть наводит порядок. Все понятно, да? Здесь. Руководству школы СУВЗ необходимо убрать свою территорию. Очень удручает состояние детских площадок, вернее, отношение к ним горожан. Как бы ни старались городские власти их защитить и благоустроить, находятся умельцы, которые умудряются разломать и испортить. Нецензурные надписи, оторванные от лавочек рейки, исцарапанные элементы. Все расписано. Ну, во-первых, сегодня уже не будем мы ее красить, да? А так вообще их надо будет в следующем году по весне все покрасить. Потому что, видишь, дети с маркерами ходят, гуляют, все расписывают. Везде, на всех элементах что-то где-то написано. А здесь? Вся детская площадка, вся разрисована. Открыли в прошлом году ее здесь. Новая площадка по программе губернатора. И здесь перилу над новую заказывать. Видишь, перилу это ножом порезали. Все. Летом открытая площадка уже пошла. Такая же проблема и с мусором. Несмотря на постоянно проводимые субботники, ситуация, увы, не меняется в лучшую сторону. На улице Советской, напротив дома 35А, есть спортивная площадка. Некоторые секции расшатались, а другие вырваны. И здесь вот мы каждый год привариваем, привариваем, привариваем. Их, конечно, выламывают. Хотя бы здесь вот оставь. Но здесь надо приварить. Каждый год мы привариваем. Видишь, вышибают их. Да, да. Вот оно. Приварей. Сделай сюда, отправь сварщиков. И вот этот профиль, 25-й, по-моему, у нас. Да. 25-й. Ну вот. И там тоже, смотри, на той стороне. Там вообще вон секции целой нет. А рядом стоящие качели были некачественно выкрашены. Краска облетает пластами. Вот она, какими пластами. Вот. Ну, некачественно покрашена. Ну, некачественно покрашена. Вон они какие снимаются, видишь. Ее надо покрасить. Вот эти качели, пока морозы не наступили. Советская 35. Советская 35А. Приведите тогда в порядок и обязательно покрасите. Ну, потому что, ну, ставили в прошлом году, уже вот внешний вид такой. После обильных осадков возникает проблема с подходом к подъездам в связи с подтоплением дворовых территорий. У магазина «Красное и Белое» на улице Советской прилегающую территорию рядом с детской площадкой испортили большегрузные машины. Из-за того, что они подъезжают к магазину, дорога превратилась в грязное месиво. Либо пусть делают асфальтированный подъезд себе, либо мы все заборами перекрываем, блоками и все. Стоит детская площадка, такой порядок навели. Сейчас освещение делают. Дорогу, что ли, тяжело сделать? Пусть туда и щебня отсыпят, и с крошки, я не знаю, купят какой-то материал. Вот так вот сделают, съезд себе нормально по-человечески. А это что такое сделали? В рамках обхода глава проинспектировал улицы, на которых было завершено комплексное благоустройство. Проверили состояние асфальтового покрытия, существующие недочеты и замечания. Глава также поручил ликвидировать ямы на внутриквартальных проездах, произвести уборку дорожного смета. Все работы необходимо завершить до наступления зимы. По итогам обхода Денисом Семеновым был дан ряд поручений руководителям отделов и служб. В целом поручений достаточно много управляющих компаний, поручений много подрядчикам, которые необходимо сейчас до наступления морозов выполнить. Также обратили внимание у нас в Электрогорске, слава богу, мы вошли в программу «Светлый город». У нас в два этапа она до 15 декабря необходимо завершить все работы. Но я думаю, что мы до Нового года, наверное, как минимум будем этим заниматься. Мы смотрели, как выполняются работы по обустройству освещения дворовых территорий. Сегодня видим, что опоры освещения на Корженовского, на Горького очень много поставили. Это там, где вообще нет уличного освещения, там, где освещение происходит дворовых территорий, вот с фонарей, которые висят над подъездами. Держим на постоянном контроле эту работу и планируем как раз нашу задачу все это успеть до Нового года все выполнить. Конечно, не скрывая чувство, что расстроен состоянием площадок по программе губернатора, которые были установлены, а именно расстроен, вот у нас, где мы были, да, с вами на «Советской», по площадкам, которые установлены в этом году и в прошлом году. А в этом году, которые установлены компанией «Забава», вообще новые площадки идеального качества, уже сломанные лавочки, сломанные скамьи, да. Вандализм процветает, даже не знаю, как можно, да, вот новые вещи, которые, в принципе, сделаны для людей, для детей, вот все это ломать, выковыривать, там, крушить просто, да. Сколько агрессии за людей, сколько, ну, если вот люди, да, которым, для которых пользуются такими элементами, которым берегут то, что мы делаем, которые видят такие, да, вот, таких вот поступки, да, пусть сообщают в ЕДДС, пусть сообщают в полицию, нам в дежурную службу. У нас эти площадки все под видеонаблюдением, будем сразу высматривать и смотреть, как, да, и кто этим занимается. Ну, в целом, наведение чистоты, порядка, смотрели, где у нас разбиты уже какие-то есть там ямы на дорогах, вот мы сегодня заметили, наверное, с десяток в Электрогорске таких, да, вот поручение подрядчиков все получили, чтобы до наступления холодов все провести вот эти вот устранения, вот этих ям на дорогах, чтобы зимой не было проблем. Вот. Ну, и, конечно, то, что проводили большое количество субботников, наверное, месяц мы уже не проводили никаких субботников в Электрогорске, ну, недели три, наверное, да, вот, около месяца, да, вот. Опять кидают бутылки, пакеты, мусор, мешки с мусором, захламляют, вот, при всем при этом, что каждый месяц управляющая компания делает по одной новой контейнерной площадке, переделывают за три недели, все, что мы наводили в порядке, опять тем же самым адресам, опять навалом мусора, пакеты стоят, бутылки и прочее. Особенно вот эта подстанция на площади Советской, которая, я не знаю, ее приводим в порядок раз в неделю, это точно, и сегодня проехали, посмотрели, что там творится. Будем все это убирать, продолжать, да, несмотря на то, что не хочется, конечно, за ними все это каждый раз, каждую неделю приводить, но это нужно делать, нужно задержать город в чистоте, в порядке, вот, как бы нам не было грустно, да, но это дело дальше будем продолжать. Ну и, конечно, наша задача, в первую очередь, сейчас привести в порядок все площадки детские, отремонтировать все лавочки, отремонтировать все сломанные элементы, вот с этим вандализмом все это срочно заменить, исправить, чтобы в зиму ни дети, ни их родители не испытывали какого-то дискомфорта и везде было безопасно. 18 ноября с 10 до 6 часов вечера в Большом зале Дома культуры будет проходить московский областной открытый вокальный фестиваль-конкурс «Поклонимся великим тем годам». Все желающие совершенно бесплатно могут побывать на фестивале и посмотреть номера участников конкурса. А я прощаюсь с вами. До новых встреч на канале ТВЛ. Берегите себя! ТВЛ. Берегите себя!